Открытая студия Добрый день 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 электронном виде, то есть мы были готовы открываться, вымыли все залы, потому что за 6 месяцев, естественно, как бы они немножко там пыль осела, подключили вентиляцию, подключили электричество, проверили полностью оборудование, его пришлось расконсервировать, потому что мы его консервировали, то есть сейчас все в рабочем состоянии, но мы не работаем. То есть абсолютно каждый сегмент был подготовлен, весь персонал вышел на работу, чтобы наконец-то дать старт, долгие месяцы ожидания просмотра кино, но аргументации как таковой, я так полагаю, что вы не увидели в этом обращении, ну по какой причине у нас остаются эти запреты? Ну нет, мы не увидели, было сказано абстрактно, что мы ожидаем рост, но не знаю, в 80 регионах России кинотеатры открыты, и как бы закрывать их обратно никто не собирается, и никаких всплесков в кинозалах я, по крайней мере, в СМИ не читал, поэтому я не знаю, чего опасается губернатор, наверное, у него какие-то свои резоны есть. Я правильно понимаю, что в отличие от приведенного вами в пример общепита, если мы возьмем какие-то, ну допустим, небольшие заведения, предположим, что ряд из них еще не открылся, но они могут это сделать достаточно в скором режиме, аккумулировать все свои силы и энергию с кинотеатром, такая ситуация не получится. То есть если, условно, завтра внезапно происходит очередное собрание, или там в пятницу, и говорят, что, знаете, все, мы готовы открываться, можно ли так резко взять и кинотеатры открыть? Ну если мы сейчас не отпустим обратно людей по домам, а будем продолжать их, скажем так, платить их и выводить их на работу, то, в принципе, открыться мы можем достаточно быстро, потому что большую часть мероприятий мы уже провели, то есть закупили средства индивидуальной защиты, провели полностью профилактику всех помещений, залов. Опять же повторюсь, да, то есть нам же еще, помимо всего прочего, нужно было обеспечить работу баров, то есть для этого нужно было сделать ревизию, всю просрочку, соответственно, утилизировать, проверить, как там у нас зерно попкорновское себя чувствует, то есть работы-то было много, и практически было все сделано, вот только такая вот немножко неприятная история возникла в понедельник. А если ваша информация подтвердится, и открытие дадут все-таки на 30-е число, получится без сильных финансовых потерь открыться? Вообще, многие беспокоятся в Мурманске о том, что какие-то из кинотеатров, любимых нашими горожанами, вообще не смогут вернуться к стандартному функционированию, вот если это не так, давайте с удовольствием размечаем эти представления. Ну, на самом деле, «Мираж» — это федеральная сеть, ну, она по большей части в северо-западном регионе, но, в принципе, в Москве есть «Миражи». «Кронверк» — это часть большой объединенной сети формулы кино «Синема Парк», то есть у них большая часть кинотеатров работает, и я думаю, что без проблем они откроются. Мы тоже откроемся, не знаю, какие у нас проблемы ждут в будущем, все зависит от контента, потому что люди ходят в кино все-таки смотреть фильмы, а не просто абстрактно в кино. Будут фильмы, не будут, тоже сейчас неизвестно, потому что производители боятся выпускать крупнобюджетные проекты при, скажем так, отсутствии хотя бы 70-80% кинотеатров мира, чтобы открылось. Про «Галактику», к сожалению, не знаю. Это проект, насколько я понимаю, холдинга «Евророс», и как они себя чувствуют, я сейчас не в курсе, честно говоря. Но вроде как, судя по разговорам с персоналом «Галактики», у нас, в принципе, персонал весь общеизвестный. — Да, если это общается. — Да, конечно. То есть они открываться собираются. То есть открыться, в принципе, это еще не самая большая проблема. Проблема наступит потом, когда прилетят налоги, которые были отсрочены за первый квартал, за второй квартал, когда мы увидим, какие фильмы остались в репертуарной сетке, а какие ушли там на следующий круг. — По поводу налогов, которые отсрочили, это была одна из мер, так называемой, поддержки от правительства, о том, чтобы сделать условный перенос финансового перерасчета. Помимо этого, для крупных кинопредприятий мы все-таки говорим о трех очень больших функциональных кинотеатрах. Есть какие-то на этот период, промежуток с марта месяца, может быть, дотации от правительства или какая-то еще условная помощь превентивная? — Ну, все, скажем так, практически все формы поддержки касались малого и среднего бизнеса. К сожалению, ни наши предприятия, ни, насколько я знаю, ни объединенная сеть «Формулы кино», ни «Мираж» не являются малыми и средними предприятиями. То есть, соответственно, никакие формы поддержки, кроме переноса налоговых платежей, мы не получили. Я думаю, они тоже. То есть, я правильно вас понял. Предположим, 30-го числа нам тут возможность открыться, кинотеатры откроются, к этому мы готовы. Но упаси небеса, если это будут дальше продления, еще какие-то пойдут. Но основная проблема вы видите не в том, чтобы по итогу открыться, а две обозначенные вам вещи. Это наличие контента, то есть крупных кинофильмов от Голливуда, русского кинопрома и налоговые отчисления, которые могут успеть, скажем так, ударить по бюджету до того, как кинооборот принесет необходимую прибыль. Ну, безусловно, эти две проблемы, наверное, самые значимые. Но, опять же, некоторые кинотеатры не смогли договориться на льготные условия на период карантина с арендодателями. То есть, на самом деле, огромные площади кинотеатры занимают. Ну, вот у нас, например, в Северной Осиании 3000 квадратных метров в Мурманск-моле. Нам удалось договориться с собственниками на льготные условия на этот период. Кому-то не удалось. Кому не удалось, тем, наверное, будет еще тяжелее. Мы, естественно, не знаем. Это коммерческая тайна каждого конкретного предприятия. Но, я так понимаю, те, кто открылись, договорились. Но не все открылись. Потому что на сегодняшний день, если мы говорим про Россию, то, по-моему, около 10 регионов из 85, насколько я понимаю, остаются закрытыми, но уже с конкретными датами открытия. То есть, похоже, что мы, наверное, последние будем в стране. Получается, что вот такой самый регион у нас. Получается, в момент времени именно в Мурманском регионе мы едва ли не единственные, у кого нет даты открытия. То есть, мы вот в таком подвешенном состоянии находимся. Ну, Краснодар еще, насколько я знаю. В Краснодаре тоже нет даты. Но в основном все остальные регионы уже открылись. Скажите, а если мы будем рассуждать и мыслить позитивно к моменту времени, когда кинотеатры откроются, будут какие-то ограничения или новые формы поддержки в социальной дистанции вот этих вот масочных режимов или дезинфекции помещения. То есть, кинотеатры, извините, мы следоведу до конца, кинотеатры это ведь напрямую, то самое большое помещение, где люди довольно близко сидят друг к другу, и выход из пандемии, он наверняка наложит какие-то определенные вето. Ну, есть рекомендации Всероссийского Роспотребнадзора. Там сохранение социальной дистанции, маски только в фойе. Но, так как это рекомендации, было там написано снизу под рекомендациями, что окончательное решение принимает местный Роспотребнадзор. И вот в некоторых городах, например, в Ростове 30% всего можно продавать билетов, в некоторых 70% все это решает местный Роспотребнадзор. Соответственно, мы пока не дождались, ну, так как мы не имеем даты, мы должны уже приготовиться, но самих требований местного Роспотребнадзора мы так и не увидели на данный момент. А требования местного Роспотребнадзора будут доступны сразу же после того, как, наконец-то, власть-имущие дадут возможность открыться? Я к тому, что, если может возникнуть вариант, что возникнут какие-то дополнительные требования, которые встанут преградой перед тем, чтобы полноценно функционировать после того, как дадут отмашку, ну, грубо говоря. Ну, я не знаю, например, опять же, в том же Ростове запретили, например, на первые две недели продавать продукцию баров, то есть попкорн и там напитки. Это, конечно, очень болезненный момент, если такая будет, как бы, история. Ну, надеюсь, что этого не случится. Какие еще могут быть? Я не знаю. Термометрия каждого зрителя, ну, не знаю, выходные, может приходить там до тысячи людей в день, каждого проверять. Конечно, это очень сложно представить, как ты должен проходить. Ну, вообще... То есть, это билетер, здесь мы сканируем билет, здесь мы сканируем температуру. Ну, не знаю, это проблематично будет. Ну, вот, например, последние выходные, после выхода «Мулана» в России пришло в кино за выходные миллион человек. То есть, люди как хотят идти в кино, мы как бы не сомневаемся в этом. В принципе, вот сейчас, в сентябре, есть что показывать, но вот мы не можем пока показать. А вообще в России люди пошли в кино, уже не особо боятся. Ну, вообще, когда мы говорим о России, страх мы испытываем редко. Особенно, когда нам очень долго не дают возможности заниматься каким-то любимым делом. Ну, конечно, в какие-то определенные промежутки времени это не сыграло нам на руку. Это классическая русская бравата. Но на момент времени я прекрасно понимаю всех, кто... Особенно, вот если мы, например, приводим «Мулан», это же детское кино, семейный фильм, если можно так выразиться, классическая подача, Дисней, совместно с китайского производства. А, конечно, хочется вывести детей за пределы балконов, где у них оборудованы детские комнаты последние пять месяцев, и дать им посмотреть большую красочную картинку на большом экране. Мы продолжим с вами этот диалог по завершении первого рекламного блока. Буквально через полторы минуты продолжится вещание «Открытые студии». Я порекомендую не переключать «ФМ-волну» и свой телеканал. Продолжает говорить и показывать «Открытая студия». Совместный проект «Радио Рекорд» и телеканала «Арктик ТВ». Я ее ведущий Николай Духмас. В гостях у нас сегодня директор кинопредприятия «Мурманск». Под чьим управлением находятся кинотеатры «Мурманск», «Аврора» и «Северное сияние» Лапилин Алексей Геннадьевич. В первой половине программы мы пообщались на, наверное, самый острый вопрос, который встал в самом начале этой недели. «Мурманск» так и не попал под категорию регионов, которые получили полный, простите, запинается язык, полный карт-бланш на возможность вернуться к качественному, любимому досугу с точки зрения жителя нашего города и функционированию, полноценному функционированию бизнеса с точки зрения кинопредприятий. На момент времени нам доподлинно неизвестно, когда появится такая возможность развернуться на полную, на широкую степь. Но есть предварительные даты. Я еще раз озвучивать их в эфире не стану, так как, повторюсь, четкого подтверждения тому, что эти даты являются фактическими, у нас, к сожалению, нет. Напомню наши контактные данные. На случай, если у вас возникнет желание подключиться к нашему прямому эфиру, телефон 994545 для ваших звонков, интернет-мессенджеры Telegram и Viber привязаны к номеру плюс 7 921 708 2006. Я бы хотел заострить внимание еще более плотно на вот каком вопросе. Вы отметили, что есть ряд проблем, связанных непосредственно с контентом. Я думаю, что не стоит никому как-то подробнее более объяснять. Здесь вполне очевидно, когда карантин, меры карантина ввели по всему миру, когда пандемия стала не локальной проблемой азиатских стран, а прошлась по всем материкам. Естественно, это коснулось всех людей и производственных студий, в том числе. Какие-то фильмы просто перестали снимать, какие-то перенесли на 2021 год. Я знаю, что были переносы на несколько лет вперед, потому как мало кто, я полагаю, что из большого кинопрома занимается съемками фильмов. Примерно так сели, давайте завтра что-нибудь с ним. Планы расписываются на долгие годы. Конечно. На момент времени есть несколько кинолент. Сейчас те, кто активно пользуется интернет-сетями, например, тем же YouTube, Instagram, нативная реклама активно дразнит. Смотрите в кинотеатрах, фильм такой, фильм такой, это мы плачем, потому что можно смотреть только эту нативную рекламу. Но в любом случае, вот ряд кинопримеров, которые вы сегодня уже озвучили, они вроде бы как появляются в доступе у кинопредприятий. Это Нолановский фильм «Довод», это «Мулан» и русская кинофантастика «Вратарь галактики», кажется, да. Вы обозначили самые крупные фильмы, или это, в принципе, три фильма, которые... Нет, конечно, самые крупные. Есть и «Новые мутанты», есть и «Гренландия», то есть есть в прокате и российское малобюджетное кино, кроме «Вратаря галактики», которое, в общем, дорогой достаточно проект. Есть много фильмов, которые в доступе, но мы обозначаем в основном те, которые кассовые, то есть которые могут, скажем так, дать пульс, скажем так, предприятию, дать денег для текущей работы. Самые ажиотажные фильмы, которые 100% собирают залы. Конечно. Потому что 20 фильмов в году собирает 80%, как это положено, 80% всего бокс-офиса. А я правильно понимаю, что в момент, когда никакой пандемии и в помине не было, у вас также было наперёд представление о том, какие фильмы стоит ожидать, какие-то были уже договоры. То есть, а сейчас вот этой уверенности строго нет? Нет, потому что каждую неделю выходит какая-нибудь новая новость о том, что новая новость, да, из-за неизвестного человека, что один следующий фильм, там, такой-то Бонд переехал с октября на ноябрь, Чудо-женщина с ноября на декабрь и так далее. Это ещё ничего, когда там на месяц переезжают. Когда переезжают как аватар сразу на два года, то есть это, конечно, достаточно серьёзный удар, потому что обычно планы там на полтора-два года вперёд по проектам у крупных студий Диснея, ну, у Диснея, Фокса, Юниверсала прописаны. Мы уже знаем конкретно, когда что ждать, когда у нас будут пиковые, скажем так, сборы. Сейчас, да, сейчас совершенно непонятно. То есть, если в октябре были запланированы Бонд, был запланирован Чудо-женщина, это марвеловский, не марвеловский, DC-шный проект, то есть мы прекрасно понимали, что мы сможем октябрь прожить. Сейчас в октябре смотреть практически нечего. То есть вот в сентябре проходит, сейчас 3-4 премьеры, а в октябре опять ничего нет. То есть мы откроемся, а что показывать? Люди же в кино ходят смотреть фильмы, правильно, и смотреть желательно премьеры и кассовые фильмы большие на экране с хорошим звуком. Ну вот кто-то сейчас спросит, а почему не показать в октябре те фильмы, которые должны были пройти в сентябре? Безусловно, мы только этим и будем заниматься. Но к тому времени кто-то приехал с отпуска и посмотрел тот же «Довод». Он вышел 3-го, по-моему, сентября, и люди еще многие были в отпусках в тех регионах, где фильмы шли. Поэтому, естественно, что мы потеряем от такого факта. Не потеряем от того, что в онлайне этого нет и не будет. В хорошем качестве, по крайней мере, экранки сейчас, я так понимаю, особо не любят. А раз его не будет в официальном онлайне, значит в хорошем качестве он не будет и на пиратских сайтах. И это как-то основывается на киносборах или это уже личные, скажем так, решения на команды, независимые от бокс-офиса? Ну, я еще раз говорю, то есть за 3 месяца кинотеатры мира, в принципе, соберут все деньги, которые они должны были собрать. То есть теоретически 3 месяца достаточно окно для, ну, кто-то делает больше. Это вопрос к собственнику, контент по большому счету. В работе кинопредприятия, когда-то еще возникали подобные ситуации, чтобы на месяц и 2 месяца вперед не было четкого представления о том, что транслировать в кино? Нет, у предприятий всегда как бы есть свои какие-то внутренние. Ну, вот, например, ремонтировали кинотеатр Мурманск, ремонтировали его 4 месяца, закрывались. Строили северное сияние в Мурманском моле. То есть какие-то такие движухи были, но с точки зрения контента, конечно, такого не было. То есть я 7 лет работаю на этом предприятии, все 7 лет как бы мы вперед на полтора, на два года знали, когда какие фильмы выйдут. Ну, по крайней мере, имеется в виду студийные голливудские. То есть это совершенно новая ситуация, с которой придется в режиме онлайн, скажем так, работать, как-то решать ее. Ну да. Активно отслеживая происходящее. Скажите, а поклонникам большого кино в нашем городе стоит ожидать повышение цен на билеты, связанных с всем перечисленным сегодня моментами? Пока нет. То есть я думаю, что до Нового года никаких пересмотров цен не будет. Ни у нас, ни у наших партнеров-конкурентов. Цена производства, опять же, диктуется на момент времени исключительно на местах, или это решение студии-прокачек? Ну, так как мы не покупаем кино, а получаем его своего рода на реализацию, да, потом делимся по половине нашей выручки с правообладателями, то, естественно, правообладатель имеет право устанавливать минимально возможную цену. То есть, как правило, она там 150-200 рублей на премьерной неделе. Потом мы имеем право снижать цену. Повышать цены мы, в принципе, можем, но мы пока этого не делаем, понимая, что у наших зрителей тоже, в общем-то, ситуация не ах. Поэтому повышение пока не планирую. Ну, это очень был важный вопрос. Я его специально ближе к финалу оставлял, потому как очень бы не хотелось увидеть лица людей или прочитать комментарии о том, как они полгода ждут открытия кинотеатров, и потом видишь, что каждый билет там по полторы тысячи рублей стоит, к примеру. И было бы здорово сходить всей семьей, но, к сожалению, там дотации от правительства не хватило на кинопросмотр. Все, этого ждать не стоит, можно выдохнуть. Ну, кино-кинопросмотр остается одной из самых дешевых, в общем-то, видов отдыха. Соглашусь с вами, да, это даже никак не оспоримо. Простая математика показывает, что есть поход в магазин, в ресторан, в кафетерии. Я имею в виду какой-то не праздничный поход, а вот такой будничный. И что есть поход в кинотеатр при условии покупки что-то в сных барах или без них, так или иначе. Если мы видим все-таки правильный, то есть правильный с точки зрения нашего ожидания вектор развития, что в скором времени эти ограничения снимаются, и опять же, нам везет, и кинопроизводство возобновляется в должном формате, фильм перестает переносить, то есть все возвращается в нужное русло. Какие-то инновации, реновации или моменты с закрытием кинотеатров на ремонт в ближайшее время нас ожидают. Вот вы провели расконсервирование оборудования, то есть все готово, ничего не требует каких-то дополнений? Ну, всегда что-то требует каких-то дополнений, безусловно, мы меняем лампы, да, мы где-то ремонтируем там те или иные кресла. Запланировали, в принципе, незадолго до карантина поменять видеостену на северном сиянии, потому что у нас там один из телевизоров помер. В «Авроре» у нас запланирована смена кресел, потому что люди как бы жалуются, там картинка хорошая, звук хороший, кресло старое. Собирались поменять кресло, это займет где-то месяц-полтора, ну и денег определенных. Но все эти планы были до карантина, как они сейчас будут реализовываться, ну большой вопрос, потому что денег, соответственно, нет, соответственно, долги есть. И поэтому, насколько мы быстро сможем эти планы реализовать, я сейчас пока не могу сказать, к сожалению. То есть наша главная задача и цель сейчас – это заставить какие-то вселенские силы полюбить Андрея Владимировича кино так же, как его любим мы, и как можно скорее вернуть возможность полноценного функционирования кинотеатров. Потом уже можно будет говорить, наверное, даже только уже в следующем году о дополнительных каких-то ремонтах, работах, инвестициях в виде изменения оборудования. Да, безусловно. В таком случае очень надеемся, что кинопроизводство, точнее, кинопросмотры вернутся к прежнему руслу, и через несколько месяцев с огромным удовольствием увидимся здесь с вами снова, чтобы узнать о том, как продвигаются дела и какие фильмы наконец-то мы можем с огромным удовольствием посмотреть на больших экранах в нашем городе. Спасибо большое за визит, желаем вам всего доброго, у нас осталось полминуты, вы бы хотели пожелать что-то нашим радиослушательным телезрителям? Ну, я хотел бы пожелать, чтобы они вернулись в наши кинозалы и смотрели бы те фильмы, которые мы вам привезем. Очень надеемся, что скоро так и будет. Всем всего доброго, до свидания. До свидания. Открытая студия Открытая студия Открытая студия Продолжение следует...